Девушки отдыхают Боже мой, здравствуйте, дамы! Безумно рад вас видеть на литературном вечере. Вот канапе, вот книги. А алкоголь где? Его сегодня не будет. В таком случае сговорчивых дам не будет. Я на диван, я скучач. Аксения, а как это называется? Мои литературные вечера так проходят, еще бы кальянчик на абсенте. Господи Иисусе, а это что за явление Христа народу? Татуировка. Я понимаю, что татуировка. Что это означает? Ничего, просто красиво. Две тысячи лет назад. Бонти Билат, смотри, мужика распяли. Что это значит? Ничего, просто красиво. Это так должно было выглядеть? Тьфу ты, кого еще принесло? Входите открыто! Фух, еле с этой дыры выбрался. Откуда? С ХТЗ. По-вашему, ХТЗ это дара? А что ж тогда завод имени Малышева? А завод имени Малышева это технологическое отверстие. Кстати, я не с пустыми руками. О! Оба-на! Да этот вечер стремится к тому, чтобы стать идеальным. Идеальный. Так, отдайте сюда! Саша, что ты себе позволяешь? Феликс, а где бабы? Саша, это некорректный вопрос. Вот наши девушки. Девушек я вижу. Бабы где? Так, Саша, не выделайся, пожалуйста, включайся в беседу. Саша, давай вернемся к более старому и привычному виду общения. Так, Саша, к еще более старому виду общения. У меня тут где-то голубь был. Так, Саша! Мы здесь собрались для того, чтобы говорить о высоком, понимаешь? Вот, например, о Гоголе. Вот что ты думаешь о его произведении «Мертвые души»? Второй том вообще огонь. Ну, наконец-то! Здравствуйте, милейшие! Второй том «Огонь», конечно, очень смешно, очень смешно, очень. Не так смешно, как Санька Пушкин погиб из-за какой-то телки. Ну, я смотрю, у тебя такие же щечки, как у нее. Разрешите отрекомендоваться, Николай Васильевич Гоголь. Гоголь! А, это привидение! Слушай, отдайте руку! Ежеси на небеси да светится имя твое, да будет царствие твое, да будет воля твоя. Как на небе, так и на земле хлеб наш на сушке. Ты че, реально все без запинки знаешь? Да. Да. Ух ты! Панночка не в гробу, а на диване. Интересная интерпретация. Так. Николай Васильевич Каспер. А ну-ка, быстро убирайтесь, а то... А то что? Куда идем? В коридор. А где в Полтаву? Давай. Классно! Я так понимаю, это танцы на балу начались? В наше время такого не было. Так, Николай Васильевич! О, я смотрю, кайфоломы еще не перевелись. Николай Васильевич, у нас здесь просто литературный вечер. Мы вас случайно вспомнили. Вот, Феликс Олегович. Николай Васильевич. Сахар. Валь. Настенька. Диканский жеребец. Да, хорош вечер, хорош. А где алкоголь? Ну, хоть кто-то меня понимает. Слышь, очка твоя красивая личность. Смотайся за коньяком. Что? Синки возьми. Николай Васильевич, мистическое совпадение. Ничего себе! Да в наше время кабанчиком не так быстро бегали. Ну, оформляй. Ну, рассказывайте, что у вас в Малороссии происходит-то? Что? Ну, небось, достает вас царь московской. Ну, да, достает. И главное понимаете, как бы ничего не предвещало беды. И в определенной бах, и все. Как бы это случилось, я даже не успел. Ну, совет дам. Берегите Кубань. Поздно. Курск оберегайте. Поздно. Воронеж. Поздно. Эх! И хрусталь не тот. Да, ребят. Че-то скучно с вами. Устал я. Так прилягте. Да спасибо, прилег один раз. Закопали. Меня вызывают. Николай Васильевич Гоголь, погодите. Ну, куда это вы собрались? Мы еще не все у вас выпытали. Да. Ну, в принципе, время есть, пока лифт едет. Спрашивай. Окей, Гоголь. Ответьте, пожалуйста, честно. Вот вы на самом деле кто? Русский или украинец? Слушай, Феликс. Ответь сначала ты. Ты украинец или еврей? Один-один. Николай Васильевич. А может, останетесь все-таки? Да ну, что я буду у вас делать? Писать статьи в эту непонятную газетку «Вести»? Нет. А давайте лучше вы ко мне. Нет, спасибо, Николай Васильевич. Я вот еще не успел оставить след в истории. Я еще не на всех балах побывала. Я еще суженого не нашла. Мы еще не допили. Именно вот так ребята упустили исторический шанс прокатиться в лифте с Гоголем. Дорогие каркельчане, сегодня в атмосферу литературного вечера вас окунули интеллигентная молодежь из города Сумы. Редисанс. И Николай Васильевич Лисичкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова